Беседа называется «Свобода». Всем нам часто хочется свободы, чтобы нас никто не ограничивал ни в чем. Не любим обличения, когда говорят, а я свободный человек, как хочу, так и живу. Но что такое есть настоящая свобода? Посмотрим сейчас. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, когда свободными сделает? Тогда, когда мы пребудем в Слове Его. То есть, будем жить по Его Слову. Тогда истинно свободны, говорит, будете. Евангелие Теанна 8 глава. Свобода, которую обещает Иисус Христос, верующим в Него, имеет более глубокий характер, нежели свобода, культивируемая в этом мире. Господь учит о подлинной свободе, на фоне которой все остальные виды свободы не являются истинными. Это, однако, не знание означает, что свобода поступков, юридическая или политическая свобода не имеет никакого значения. Господь говорит, что настоящая свобода находится внутри человека. Получить внутреннее освобождение человек может только через веру в Него. Истинно делает свободным. Истинно, которая есть сам Бог, явившийся во плоти. Тут можно выдать вопрос, как же с теми людьми, которые верят в Бога, но не принимают Иисуса Христа, как Сына Божия? В Евангелии на это дан ответ. Многие иудеи не принимали Христа, утверждая, что верят в Бога, в Которого верил Авраам и другие правоцы. Но Господь обличает непринимавших Его. Кто из вас обличит меня в грехе? И если я говорю истину, почему не верите мне? Евангелие 8 глава. Истина верующим Богом, в Которого верил Авраам, по слову Иисуса Христа верит Ему. История подтверждает, что неверие посланником Божиим приводит к убийству всех Его пророков, а потом и Сына Божия. Для верующего Богу нет оснований отвергать Иисуса Христа. Чтобы стать свободными, Господь призывает верующих пребывать в Его Слове. Оставаться в Слове Христа означает полностью довериться Его Слову, сохранить Его Слово и крепко держаться за Него. Через слышание позволить силе Его Слова действовать, а также подчиниться Его Слову. Такое пребывание в Слове означает быть учеником Христовым. И тут же Господь обещает, что следование за Ним позволит верующим познавать истину. Истина познается только через веру. Евангелие 6 глава. Как бы люди не хотели или не пытались опознавать истину, есть для этого только один способ – вера в Богу. Через познание истины Господь обещает свободу. Иудеям было трудно понять, что за свободу Он им обещает. И тогда Иисус отвечает, что истинная свобода – это свобода от греха и смерти. Евангелие 8 глава. О свободе, которую дарит Христос, подробно говорится в посланиях апостолов, в послании Иакова, 1 Петра, 2 Петра, послание 2 глава, в послании к Галатам апостол Павел. «Призывает христиан, стойте в свободе, которую даровал вам Христос». В послании к Галатам, 5 глава. Здесь под свободой имеется в виду не только свобода от закона Моисея, обрезания, но речь идет также о внутренней свободе сердца, способного не зависеть от ложных божеств – денег, власти, карьеры, пристрастий и прочее. Когда сердце человека зависит от бесконечного Бога, тогда человек остается свободным от конечных, временных и относительных благ, властей и авторитетов. Как точно и кратко выражено в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, Господь призывает человека к покорности Богу, чтобы таким образом стать свободным для любви к ближнему. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Послание к Галатам, 5 глава. «Как видим в Священном Писании, Бог говорит нам об истинной свободе, которая имеет для человека существенное значение. Этой свободы, как истинной веры, настоящей любви, никто не может у человека отнять. Аминь». Ради всех Господь.